Добрый вечер, дорогие телезрители! Пятничный вечер, время 19.45, а значит в прямом эфире программа «Спорт-клуб». Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодняшние два блока первых нашего сегодняшнего эфира будут посвящены скалолазанию, так как в этот год, уходящий 2017, празднуется 70-летие развития данного вида спорта. В связи с этим мы пригласили представителей Якутской Федерации скалолазания, а также у нас в гостях именитый спортсмен. Ну что же, Даша, познакомим зрителей с нашими гостями. Да, очень приятно мне это озвучить, потому что человек реально легенда. Легенда в мире скалолазания. Знакомьтесь, Дмитрий Шарафуддинов, четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира по скалолазанию. Именитый спортсмен приехал к нам по приглашению нашей Федерации, и у нас в гостях также представитель этой Федерации, президент Федерации альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия Алексей Климентьевич Семенов. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и также заместитель президента Александр Спиридонов. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, хотелось бы поприветствовать Дмитрия на нашей земле Алан-Хо. Как давно вы приехали к нам, и основная цель вашего визита? Ну, я уже нахожусь здесь три дня. В принципе, мне все нравится. Единственное, что бросается в глаза, конечно, холод. Я прилетел с Москвы, там было плюс три градуса, как бы, и здесь минус сорок для меня было, конечно, так тяжеловато. Но сейчас нормально. Ну, собственно говоря, я приехал сюда для проведения мастер-класса для детей, взрослых, гостей. И, конечно, проведения первых республиканских соревнований. Собственно говоря, этим я занимаюсь. Завтра старт, как бы, мы все как бы ждем с нетерпением. Ну, да, человек с таким багажом опыта, да, и умений, конечно же, многому научит. Не только детей, да, но и взрослых спортсменов. Алексей Клементьевич, вот расскажите, вот 70-летие, вот большой праздник, да, в мире скалолазания вообще. Насколько значимое событие вот завтра у нас стартует? Ну, первые республиканские соревнования по болдерингу. И мы очень, ну, хочу поблагодарить Дмитрия за то, что принял наш вызов. И у наших спортсменов, у детей, у учителей, ну, есть такая возможность познакомиться с таким великолепным видом спорта, который может у нас в республике очень сильно развиться. Ну, вопрос тогда к Алексею. Алексей, ну, вот до того, как мы начали наш эфир, мы говорили о том, что федерация появилась у нас в 2015 году, да, но, в принципе, да, скалолазанием занимается у нас на территории республики достаточно давно, да. И вот для чего вот необходимо приглашать вот людей такого мирового масштаба? Как на Ваш взгляд? Ну, такие люди, как Дмитрий, они, во-первых, являются, ну, большим предметом для мотивации. То есть, это раз. На них равняются дети, на них пытаются равняться тренера, учителя. И поэтому приглашать таких спортсменов нужно. И, ну, большое спасибо, что Дмитрий отозвался, с первого раза отозвался на наше приглашение. И сейчас поднимает по возможности наш уровень и как и тренерский, и судейский, и уровень спортсменов. И большому за это спасибо. И мы и дальше будем приглашать других спортсменов в нашу республику, чтобы заниматься. Ну, это такой хороший старт, мне кажется, да, и планка уже завышена. Да. Опыт получают не только спортсмены, но и, вот, как отметили, да, судьи и так далее. Мы знаем то, что вот с 16-го завтра у нас в 10 утра стартуют республиканские соревнования по болдерингу, и у нас с 17-го будет мастер-класс. Ну, что ж, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, для наших телезрителей. Вот, мы знаем то, что есть дисциплина скорость, трудность. Мы знаем, что вы имя свое обрели именно в дисциплине болдеринг. В чем разница и почему именно эту дисциплину выбрали? Ну, надо сказать, наверное, с детства меня тренер готовил, на самом деле, на все дисциплины. Я, как бы, я владею, как бы, техникой и подготовкой, как в лазании на трудность, в лазании на скорость и в болдеринг. Но все-таки, когда я поступил в университет, как бы, я должен был принять решение, какую специализацию выбрать. И почему-то мои данные физические и технические именно подходили под эту дисциплину. Как бы, там, условно говоря, надо быть очень сильным и очень ловким. Вот, и как-то я такое, с детства у меня было всегда, что, как бы, я как проныр и там везде пролезу. Вот, и как-то мои, как бы, вот эти способности, как бы, я решил, как бы... Определили, да? Да, определил. Болдеринг. Ну, для телезрителя, кто вообще практически не знаком, да, вот сейчас вы можете посмотреть, дорогие телезрители, небольшие видео нарезки, да, где можете воочию увидеть, что же такое болдеринг. Ну, а, Дмитрий, расскажите, ну, вкратце, что это такое? Для тех, кто не знает. В чем отличие от скорости и трудностей? Болдеринг все-таки это такой сложный координационный вид скалазания. То есть нужно владеть элементами немного акробатики, немного гимнастики, конечно, никуда без силовых способностей. Вот, и, конечно, нужно очень хорошо думать, вот, как бы, просчитывать различные варианты, с какого раза можно долезть до верха. Потому что так всегда получается, что не всегда получается с первого раза долезть до конца. Вот, как бы, я бы сказал, что кто-то называет болдеринг силовыми шахматами или силовым фитнесом, иногда даже, ну, интеллектуальные. Ну, в принципе, у меня все эти данные есть. Ну, то есть спортсмен не просто лезет, а он, как бы, думает, он созидает. Примерный вот маршрут себе строит, да? Да. Примерный маршрут строит подготовщик специальности. Я постановщик трасс. Он на каждых соревнованиях новый. То есть, когда я приезжаю на соревнования, понятия не имею, что у него в голове. То есть пытаюсь разгадать, как бы, загадку, которую он мне приготовил. Каждый раз что-то новое, да? Ну, мы знаем то, что вот трассы уже готовы, да, к нашим завтрашним соревнованиям республиканским. Вот, насколько трудно трассы поставили? Я больше поставил трассы, они не сложные, вот, они более, больше требуют как-то, конечно, немного силы, вот, ну, и, как бы, на голову, я бы так сказал, все-таки нужно будет там подумать, как бы, все равно я люблю хитрушки, загадки, как бы, я, как бы, все расставил в таком порядке, что трудно будет все сделать с первого раза. Алексей, ну вот, говоря уже о завтрашних соревнованиях, да, вообще, сколько человек у нас сейчас, ну, по статистике такой, да, занимаются вообще скалолазанием, и что ждать нам завтра вообще, сколько участников будет? Ну, у нас статистика не меняется, это связано прежде всего с тем, что количества скалодромов у нас в республике по-прежнему крайне мало, и та вместимость зала, которая у нас есть, у нас и в Нерингре, она, ну, не такая большая, как бы, да. Поэтому у нас и количество спортсменов, вероятнее всего, тоже не так велико, как нам хотелось бы, но мы считаем, что, ну, допустим, с первыми соревнованиями неофициальными, которые прошли два года назад, у нас было то же самое количество спортсменов, около 40. И те спортсмены, которые будут у нас стартовать завтра, уровень, ну, качество их спортивной подготовки увеличилось в разы, и это радует. Не главное количество, да, а главное качество. Да, главное качество, да. А количество будет со временем, все больше и больше. Алексей Климентьевич, вот сейчас вот конец года, да, и я предлагаю вам сделать итоги уходящего года для якутского скалолазания. Каким получился 2017? 2017 год у нас получился очень, ну, плодотворным. Вот мы в ноябре месяце, в начале июня месяца делали соревнования первые республиканские детские в городе Нерингре. Далее, вот в ноябре месяце были соревнования республиканские тоже первые по трудности, по скорости. И вот уже, ну, завтра уже соревнования первые республиканские по болберингу. Чемпионат города Якутска. Да, и чемпионат города Якутска, вот, первый раз вот тоже провели. То есть завтра такой очень значительный день вообще для скалолазания в республике. Все первое, да, первый республиканский чемпионат, первый чемпионат города. Исторические события. Историческое событие будет. И, Дмитрий, ну у вас огромный опыт, да, прям за плечами, наверное, не у каждого, да, скалолаза вообще есть такое. И вот скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, насколько важно вообще продвигать такой вид спорта? Ведь у нас все-таки, вот если вы посмотрите, да, на мировой уровень, конечно, нам еще далеко, да, от таких крупных мероприятий, да, спортсменов, да, с высоким, да, уровнем. Вот насколько важно вообще продвигать такой вид спорта? Я думаю, важно вообще любой вид спорта продвигать, если он как бы существует, почему нет. Вот, я думаю, и очень большой толчок к развитию нам все-таки дало включение скалолазания в олимпийскую программу. Я думаю, что вот игры 20-го года в Токио, вот, это большой толчок. И надо не забывать, что следующие две олимпиады, 24-го и 28-го года, скорее всего, скалолазание тоже будет там присутствовать. То есть на ближайшие 10 лет, как бы, у нас есть время, чтобы подготовить спортсменов. И в этом плане, как бы, Якутия – это, как бы, регион, который может, как бы, дать спортсменов на предстоящие олимпиады. Да, отец, да, Дмитрий, мы должны придумать девиз, слоган, чтобы у нас были, ну, подготовить спортсменов к олимпиаде 24-го года. То есть у нас стоит конкретная цель перед федерацией, да, вот, подготовить спортсмена к предстоящему олимпийским играм в Токио. Да, очень важное заявление сделали. Оптимистический такой настрой, да? 24-го года. 24-го года. Да, конечно, до... До 2020-го мы не ставим такие планы, но на 2024-го обязательно, да? Да, на следующие две. Да, ну, мы знаем то, что будет еще в мастер-классе. Дмитрий, расскажите, что будет в рамках данного мероприятия. Ну, конечно, я так хорошо подготовился. Я, конечно, покажу свои лучшие ролики с прохождением, с победами на различных соревнованиях, расскажу какие-то технические элементы. Подготовлю для себя там небольшой участок, там несколько трасс и покажу наиболее современные, как бы, такие техники прохождения. Ну, конечно, немного своей биографии. Вот. И потом в классическом варианте вопрос-ответ с ребятами, которые самые наболевшие вопросы. То есть будет как теоретическое, так и практическое. Да, все правильно. Я обычно так провожу мастер-класс. Я считаю, что это нормально. И мы знаем, что вчера, да, вы провели лекции для учителей, именно для учителей физической культуры. А насколько успешно они прошли, и как заинтересованы вообще наши учителя вот именно в скалолазании? Ну, конечно, заинтересованы. Я им показал просто, рассказал, как бы, мое детство, как мой тренер готовил меня к... Надо начать с того, что в городе Коркино, где я родился, скалодром находится тоже в школе. Да, и как бы, да, и тренировки, и уроки тоже иногда проходили на нем. И тренер, как бы, чтобы разнообразить именно занятия, придумывал разнообразные упражнения, игры на скалодроме, не на земле, как там обычно, вот. И, как бы, я учителям рассказал, им, в принципе, понравилось. Они же что-то взяли на свое выражение. Очень интересная беседа. Вообще, с чего, да, Дмитрий начинал? Дорогие телезрители, мы продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Не оставайтесь с нами. Не забывайте о том, что мы говорим сегодня о скалолазании. В эфире снова передача «Спорт-клуб». В студии работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. И до ухода на рекламу мы посвятили наш первый блог 70-летию развития скалолазания. И у нас в студии сегодня очень интересные гости. Да, у нас перед уходом на рекламу именитый спортсмен, легенда болдеринга Дмитрий вот рассказывал, как же он начинал вот постигать, да, азы этого вида спорта. Да, дорогие телезрители, если вы не смотрели нас до рекламы, напомним, что у нас в студии Дмитрий Шарафуддинов, четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира по скалолазанию. И он рассказывал нам, с чего же началось, да, его такое спортивное становление. И он рассказал о том, что как раз-таки скалодром находился у него в школе. То есть он не ходил специально, да. Как и у нас в Якутске во второй школе. Да, во второй школе у нас также скалодром. И он начал посещать, да. В каком возрасте ваш тренер заметил вас уже такие, ну вот именно, нотки того, что вы будущий чемпион? Ну, я отмотаю немного назад, начну с того, что у меня родители, у нас большая семья, родители рабочие, постоянно на работе были, у меня две старшие сестры и старший брат. На самом деле в секцию первый пошел старший брат. И он еще с садика начал водить меня именно на тренировки. И он мастер спорта тоже. И, собственно говоря, это 6 лет я уже начал заниматься. У меня старшее занятие уже 25 лет. Но огромный толчок к моему развитию как бы дал мой старший брат и первый тренер. Все-таки я за ним тянулся. То есть 6 лет? 6 лет. И первая ваша победа была. Во сколько лет вы уже достигли результата? На российском или международном уровне? Давайте и российский, и международный. На российском уровне. Так, чемпионат России я выиграл впервые в 2004 году. А чемпионат мира в 2007 году. То есть промежуток небольшой. Шли года. А вот чемпионат мира в каком возрасте победили? Вот, 2007 год. Это возраст был, 20 лет был. 20 лет. Вот человеку было 20 лет и уже лучший в мире, да, в определенной дисциплине? Честно говоря, я тогда так очень сильно удивился, что выиграл. Такая серьезная компания. Наверное, потому что настрой был такой, не комплексовал. Для себя просто выступил. Получилось, да? И к нам во время рекламы присоединился старший тренер детско-юношеской сборной Республики Саха-Якутия Олег Сайфулин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, глядя на пример Дмитрия, да, молодой, перспективный, да, начал заниматься с 6 лет, достиг таких уже результатов чемпиона мира, стал в 20 лет. Каково состояние вот именно нашей детско-юношеской сборной? И вообще, популярен ли этот вид спорта среди молодежи? Да, то есть вид спорта достаточно популярен, потому как он новый, это детям всегда нравится, что-то новое, что-то необычное. При том, как занятие скалолазанием, это все-таки необычное немножко. Помимо того, что нужно и лазать, совокупность всего вот этого, вот это очень интересует детей. Как бы развитие в нашем городе будет в любом случае, как бы, сейчас у нас была небольшая проблемка, это вот с тренерским составом, потому что у нас их не было. То есть все время, когда занимались, занимались как могли сами. И вот сейчас, то есть мы учимся именно тренировать, есть уже какие-то результаты, и ближайший выезд нам покажет, то есть насколько наши дети готовы к каких-то больших соревнованиям. Да, кстати, о ближайшем выезде мы знаем, что сборная республики готовится к Дальнему Востоку. И в каком сейчас состоянии находится команда, и вот примут ли участие спортсмены завтра вот на республиканских соревнованиях? Да, то есть они примут обязательно участие, как бы это будет у них, как бы, разминочный старт, но как бы, как правило, показано, в своем скалодроме выступать всегда легче. Там будет другой скалодром, это все-таки такие первые большие выездные соревнования, до этого дети ездили только вне ЮНГ. И уровень все-таки на Дальнем Востоке будет побольше. Есть два очень перспективных ребенка, которые занимаются. И на них я сейчас делаю ставки, ну, один в девятом классе, правда. То есть буквально через два года он закончит школу, и потом, куда он дальше будет поступать, это будет зависеть, да, то есть где он будет. Поэтому у нас время на подготовку наших спортсменов, именно детей, очень мало. Ну, то есть состав сборной уже известен, и результаты завтрашних соревнований не повлияют на состав, да? Нет, не повлияют, да, потому что отбор проходит все-таки по детским соревнованиям, а не по взрослым. Это будет чемпионат взрослых соревнований, мы их просто допускаем как дополнение туда. Замечательно. Александр Комельевич, а вот подскажите, вот вы тот человек, который вот скалолазание пропагандирует прям везде, да? Ну и вы прям любитель, вы фанат этого дела, да? Да, и вот ваша школа, да, это вот единственный скалодром, да, практически у нас. Но мы знаем, что ведь скалолазание развивается и на территории республики. Вот в каких улусах есть еще скалодромы, и я знаю, что совсем недавно у вас есть хорошая новость, вы заключили какой-то договор. Вот, расскажите про это. В Нерингре есть еще одна площадка, спорткомплекс «Горняк», и вот есть намерение построить скалодром в Усть-Нере, тоже в школе. И совсем недавно мы подписали договор, ну, с федерацией, со школой, со второй, вот, Чурочемским институтом физкультуры. И, ну, это даст очень большой, сильный толчок для развития, потому что, ну, получается такой уже полноценный круг, когда мы будем готовить школьников, и они могут уже, будут иметь возможность поступить туда. И для будущих тренеров тоже будут условия, чтобы они на базе нашей школы проходили практику, и таким образом будем, ну, расширять горизонт. То есть впереди у нас будут высококвалифицированные тренера, да, потому что у нас есть теперь, где их подготавливать, да. Ну, мне кажется, это тоже достаточно такое большое достижение для мира скалолазания. Ну, Дмитрий, мы вот говорим сегодня о перспективах, да, вот, то, что впервые скалолазание было включено в программу Олимпийских игр в 2020 году, мы уже увидим. Насколько трудно, вот, придать новый толчок, да, вот, развитию скалолазания в определенном регионе? Вот, насколько трудно, вот, как бы, вдохнуть новую жизнь? Ну, жизнь здесь уже есть. Вот, самое главное, как бы, желание есть, но все-таки одного желания мало. Тут, как бы, много факторов должно работать. Это, как бы, и руководство республики, министерство, и, как бы, привлечение массовой культуры. Это и популяризация, как бы, скалолазания, как бы, в вашей большой республике. Вот, и, как бы, если это все вместе сработает, как бы, то, в принципе, результат не заставит себя ждать. А что можете сказать, вот, по поводу, вот, площадки скалодрома второй школы? Ну, честно, мне кажется, что это мой домашний скалодром. То есть, с чего вы начинали, да? Такая ностальгия. Хороший скалодром. Именно на этом, ну, на скалодроме подобного типа я выполнил норматив мастера спорта в далеком 2002 году. Вот, и, как бы, думаю, что и сейчас, как бы, можно, если будет желание, как бы, можно спортсменам, как бы, и тренерам подготовить, дать результаты. Но, все-таки, как бы, мы живем уже в 21 веке, и, как бы, нужно все-таки развиваться. И, все-таки, болдеринг – это всего лишь один вид скалазания. Есть еще и лазание на скорость, и лазание на трудность. И не забывайте, что в предстоящей Олимпиаде 2020 года будет разыграно всего два комплекта наград именно в многоборье. То есть, это будет смесь всех трех дисциплин. Вот мы знаем, что вы являетесь единственным человеком, который трижды становился чемпионом мира, да? То есть, ваш рекорд еще не побит? Рекорд еще не побит. Не побит. И мы знаем, что долгое время вы являлись топовым человеком в рейтинге лучших скалолазов мира. Ну, это я так, из того, что я только знаю. Да, вообще, ваши регалии можно перечислять здесь в полуэфира. Вот ваши советы для начинающего скалолаза. Ну, вот, любит ребенок, вот нравится ему этот вид спорта, вот нравится пока, ну, все в рамках, вот, пока только нравится. Вот, как опытный спортсмен. Какие качества, по вашему мнению, важны для начинающего скалолаза, чтобы достичь успеха в этом виде спорта? Ну, самое главное, это желание заниматься. Это, как правильно сказать-то даже, это хорошая подготовка, ну, начальная базовая физическая подготовка. Это какие-то знания техники. Вообще, мне вспоминаются, как бы, слова моего друга, как бы, он тоже в Москве работает с детьми, и когда, там, ребенок приходит к нему, я хочу, там, полазить. И полазил такой, ушел. Ну, как бы, и, как бы, смысл в том, что, как бы, человек пришел, скажем, на футбол. Хочу футболом играть. Вот. Ему дают мячик, как бы, он вместо того, чтобы, как бы, что-то делать, ну, просто пенальти побил, и все, как бы, пенальти, это же не весь футбол. Так же, как бы, скалолазник, как бы, пришел, полазал, как бы, это тоже не все. Малая доля, да? Да, малая доля. Здесь нормальный вид спорта. Здесь также нужна техническая, физическая, психологическая подготовка. Об этом не нужно забывать. Ну, конечно, тут, как бы, ребенок еще этого не понимает, но, как бы, наладить связь между тренером и спортсменом, как бы, тут нужно над этим работать. Ну, и тогда, следующий вопрос. Александр, пожалуйста, проанонсируйте нам ближайшее, вот, значит, завтра у нас 17-го числа мастер-классы, во сколько и где будет проходить, и, соответственно, про республиканские соревнования. Завтра уже, ну, с утра начинается соревнование. Так, мастер-класс у нас будет тоже. В воскресенье. Да, в воскресенье будет на скалодроме, и, ну, наши двери открыты. Все проходит, вот, именно на скалодроме второй школы. Да, второй школы. Вот, мне интересно, вот, Олег, выступит, да, на республиканских соревнованиях? Да, то есть я буду выступать, потому что я еще действующий спортсмен, надеюсь, я долго останусь действующим спортсменом, то есть я готов развиваться, и поэтому я тоже буду выступать. А какие вот ожидания от трассы, предвкушения? От трассы, я думаю, то, что они будут достаточно интересные, что-то будет новое, потому что, кажется, подсолнечник, это действительно, то есть, новая черта, что-то новое, то есть, и очень интересно будет. Ну, я так понимаю, будет достаточно много трасс на расположение, потому что, как бы, это и несколько трасс будет с хорошими прыжками, я так думаю. Ожидания вот, Олега. Да. Посмотрим, завтра уже мы сможем узнать, да, что же нам приготовил Дмитрий. Дмитрий, ну и напоследок, вот, ваши вот личные ожидания от рабочей поездки в Якутию. Ну, я вообще рад, что я сюда приехал, я, как бы, не закрытый человек, я всегда готов поделиться опытом, как бы, как в этом плане, как правильно сказать, не потребитель, как бы, а вот, тоже готов делиться. Конечно, все ждут меня уже домой, как бы, все-таки оторвали меня от сборной, как бы, ну, хорошо, что сейчас в межсезоне, как бы, как бы, спортсменам дал задание, как бы, неспокойно занимаются, но уже с нетерпением ждут меня обратно домой. Ну, и мы надеемся, что вы вернетесь еще к нам в Якутск и не раз, и, конечно, самое главное, мы увидим плоды вашей работы. Да, хотелось бы очень. Спасибо большое, дорогие гости. Ну, что, мы желаем, конечно, вам удачи, ну, и дай бог, чтобы скалолазание протестало нашей республике все больше и больше. Спасибо. Да, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Дорогие телезрители, мы напоминаем для вас то, что завтра уже 16 декабря в 10 утра на скалодроме второй школы стартуют первые республиканские соревнования по скалолазанию в дисциплине болдеринг. И завтра мы узнаем, какую же трассу приготовил спортсмена наш именитый гость. Ну, что, мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу, а после рекламной паузы мы поговорим с вами про Кубок Федерации Волейбола. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы продолжаем. С 15 по 17 декабря во дворце спорта «50 лет победы» собрались самые лучшие волейболисты на Кубке Федерации Волейбола Республики Саха-Якутия. Именно это спортивное мероприятие мы и обсудим в нашем третьем блоке. Мы с большим удовольствием представляем вашему вниманию наших гостей. У нас сегодня в студии председатель Федерации Волейбола Республики Саха-Якутия Владимир Ильич Чичигинаров. Ну и также Юрий Александрович Шустав, тренер-преподаватель по волейболу Комитета по физической культуре и спорту Ленского района. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый. Владимир Ильич, первый вопрос к вам. Соревнования уже стартовали сегодня, да? Вот, какова общая обстановка, атмосфера и сколько участников заявлено? Это у нас итоговое соревнование. Кубок Федерации Республики Саха-Якутия. Десять мужских команд и десять женских команд. Приехали все сильнейшие команды республики из города Якутска. Мы проводили отбор в Вилючской зоне, в Центральной зоне и в Заречной зоне. И победители вот попали, приехали. Лучший из лучших. Ленск, да, да, да. Которые в прошлый раз выигрывали. Юрий Александрович, вот говоря о баталиях, да, которые уже начались под сводами Дворца спорта 50 лет победы. Можно ли сделать какие-то прогнозы? Насколько интересен состав участников заключительного этапа Кубка Федерации? Ну, Кубок Федерации вообще это отдельное соревнование. Здесь команды формируются по клубному принципу. То есть не по району, не по проживанию где-то, а команды, как я уже сказал, по клубному принципу. Поэтому команды собрались очень сильные все и очень ровные. То есть сегодняшний день уже показал, что, допустим, мы победители прошлогоднего, вернее, прошлого Кубка Федерации. Сегодня вот в тяжелейшей борьбе выиграли у команды Сергея Лях. И во второй игре уступили команде Амге. То есть игра идет очень бескомпромиссная, и все команды сильные, и все стремятся к победе. Ожидаем, что очень такие интересные, зрелищные игры будут. И поэтому я вот обращаюсь к телезрителям. Конечно, хотелось бы, чтобы они пришли вот в эти дни и посмотрели вот эти очень интересные соревнования. Особенно хотел бы обратиться к подрастающему поколению, молодому поколению, детям. Пусть волейбол – это очень интересная игра. В республике волейбол считается самым массовым видом спорта. Спорт номер один по массовости. Поэтому приглашаем. Мы, как Федерация, придаем большой приоритет развитию детского волейбола. Есть уже определенные успехи. Вот команда под руководством Юрия Александровича Шубстова в этом году на первенстве России среди школьников заняли пятое место в финале. В финале в городе Вологде. Это, считайте, юношеские сборные высшей лиги, которые играют, наравне с ними две команды выиграли, очень сильные команды, и заняли пятое место. То есть наравне играли. Это показывает в том, что наш волейбол не на самом последнем месте, на высоком уровне. Сегодня знаете, что российский волейбол впереди, как говорится, на мировом уровне. Ну, а говоря о фаворитах, помимо команд Юрия Александровича, кто еще является таким явным фаворитом и какие команды бы хотелось отметить? Ну, мы в 2015 году открыли специализированную республиканскую школу волейбола в Намцах. И там занимаются тренеры, Айсен Жирготов, очень тоже, ну, они занимаются с детьми. И вот дети тоже уже показали результаты. Третье место заняли в первом этапе первенства России. Третье место заняли в Локоволей проводили соревнования. Там второе место заняли в городе Хабаровске. И там как бы сейчас вот костяк молодых ребят собираются. И вот приезд, и еще готовятся в следующий год же у нас игры народов республики в 2018 году в Амге. И вот уже готовятся и собирают там команды, игроков собирают. Очень сильную команду собрали. Они вот сегодня показали очень хорошую игру. Вот что значит, да, открытие. Сегодня я бы хотел сказать, все команды почти равные. Все вот подготовка, сплоченность, командный дух вот это покажет. Ну и тренировка, конечно. Усиленные тренировки, они покажут результат. И всегда так и бывает. В прошлом году вот очень подготовленная приехала команда Ленского района. И они вот выиграли и Кубок Федерации, и Чемпионат Республики. Значит, Юрий Александрович, наверное, расскажет, как вот волейболом занимался. Я вот хотел бы попросить, что он расскажет. Потому что они же в высшей лиге от Якутии играли. Была команда же у нас. И чуть-чуть вот расскажет. Давайте вспомним про историю немножечко, да? Ну, я приехал сюда в 79-м году. И вот как раз с этого периода началось в Якутии развитие волейбола на более высоком уровне. То есть была создана команда в городе Ленске. Называлась «Алмаз Ленск». И с 84-го по 92-й год она целеустремленно, как говорится, шла к вершинам. В то время проводился Кубок СССР для команд Сибири и Дальнего Востока. И вот команда из города Ленск, «Алмаз», в 91-м году выиграла этот Кубок СССР. Потом, сами знаете, какое время было у нас, 90-е годы. Развал, да? Да, развал был. Союза. Тяжело было. Но все вы забрали. Вот был небольшой перерыв. А потом в 2001 году, кстати, после наводнения страшного, которое было в Ленске, снова создали команду. Компания «Алроса» поддержала создание команды. И вот команда «Алроса» город Ленск в конечном итоге за 6 лет, с 2002 по 2008, достигла очень высоких результатов. Выиграла высшую лигу Б чемпионата России. Играла в чемпионате высшей лиги А. Была 23 из 100 с лишним команд в рейтинге. Ну, потом тоже изменились времена немножко. Решили развивать, видать, другие виды спорта. Поэтому волейбол. Но большой волейбол в Якутии, к сожалению, затих. Но я так думаю, что опять на 10 лет. Они уже прошли, поэтому сейчас нужно снова возрождать команду. Надо найти спонсоров и средства. Потому что волейбол, тем более, раз он у нас самый массовый вид спорта, значит, мы и должны показать высокий уровень зрителям нашим. Юрий Александрович, вы как опытный специалист, как опытный тренер. Мне очень интересно узнать ваше мнение насчет. Мы знаем то, что в Якутске у нас есть регулярные соревнования. То есть не те соревнования, которые пришли, один-два дня поиграли, а есть регулярные. Вот как регулярные соревнования сказываются на подготовке спортсменов, на его физические кондиции? Ну, я всегда говорил, что тренировочного процесса недостаточно. Потому что волейбол – это игра. Это прежде всего нужен спарринг, нужен игровой опыт, который приходит только в соревнованиях. И чем больше команды играют, тем выше их мастерство. Вот мы, допустим, в Ленске сейчас находимся в такой ситуации, что немножко оторваны далекие перелеты. Поэтому финансов не хватает. Мы не имеем такой возможности часто спарринговаться с кем-то. И мы очень завидуем вам, потому что... К вам приезжает. Да, много соревнований, много игр, ребята. Ну и, ребята, сразу видно, уровень растет намного. С каждым годом он все выше и выше и выше. И нам все труднее и труднее их выигрывать. Но при этом вы держитесь, да? Пока держимся, да. Я бы, пользуясь вот этим случаем, хотел бы... Вот пару спонсоров заговорили. И в этом году нас поддержали вот алмазы гранильной компании ДДК. Вот, и поэтому мы хотели принести огромную благодарность компании «Рослег» и нашей страховой крупной компании «Сахамистрах». И вот если мы хотим создать команду мастеров, там еще больше, еще лучше спонсоры нужны. И вот нашим руководителям крупных предприятий мы бы хотели тоже обратиться с большой... Вот с телевизора и поддержать вот массовый, самый массовый вид спорта. И очень надеемся, что нас поймут и поддержат. Да, надеемся, что уже в ближайшем времени у нас будет команда мастеров, которая будет выступать на самом высоком уровне. Ну что ж, я думаю, надо бы нашим телезрителям проанонсировать вот наш кубок Федерации волейбола. Вот следующий, завтра и послезавтра, вот по какой программе будет идти соревнование? Сегодня вот еще допоздна будут предварительные три круга проведем. Завтра целый день тоже отборочные. После обеда уже к концу дня уже полуфинальные игры, а в воскресенье уже финал, финальные игры. Финальные игры и вот приглашаем двое спорта. То есть самые такие схватки, 50 лет победы, да, да, да. Вообще волейбол, это, мне кажется, самый зрелищный вид спорта. Приходите, поболейте, очень интересно. Юрий Александрович, тогда вопрос к вам. Кого вы считаете основным вашим соперником? Ну так, забегаю вперед. Ну, воскресенье, я думаю, будет всем известно. Ну, я считаю, что это все равно команды города, как он правильно, Намцы. Намцы. Да. Намцы и Усть-Алданский район. Это вот как бы, на мой взгляд, я, конечно, пускай не обижается никто, но я считаю их фаворитами соревнований. Посмотрим, сбудется мой прогноз. А есть ли команды вот на Кубке, да, Федерации, которые вот удивили, может быть, там, скачок резкий? Серый кардинал, как говорится, такие бывали? На этом? Ну, сейчас пока видно? Ну, я бы не сказал, что... Очевидно все-таки, да? Мы примерно в уровне, где, какая команда, как играется, знаем. Ну, сейчас, вот в этом году, вот заметили несколько новых игроков приехало, которые тоже подняли уровень игры команд. Есть заметно, вот Сбербанк пригласил, играют потом Намский, вот я про Намс уже сказал, и там тоже есть, вот пригласили ребят, и там уже уровень уже очень такой серьезный. Да, у нас есть, безусловно, развитие. Владимир Ильич, Юрий Александрович, большое спасибо, что пришли к нам в студию. Дорогие телезрители, да, не пропустите, пожалуйста, да. Мы хотели бы еще поздравить с наступающим Новым годом всех телезрителей. Занимайтесь спортом. Ну и мы присоединяемся, да, к пожеланиям Владимира Ильича. Оставайтесь с нами, встретимся следующего пятница.